Приветствую вас еще раз. У меня сегодня такая тема, которая немножко перекликается с песней, которую мы слышали. Мы увидим, наверное, параллели с детской историей. Но если я скажу, на что мы ставим нашу надежду, то, конечно, мы сейчас скажем, мы дети Божьи пришли в церковь, и правильно, конечно, сразу сказать, ну, на Иисус Христос наша надежда, как мы только что пели. Но я вопрос по-другому поставлю. Наша жизнь, она такая очень сложная, как мы сейчас слышали. Очень много проблем у каждого. Больших, маленьких, хотя я думаю, что тогда, когда проблема стоит, маленькой, наверное, кажется, не одна проблема. Иногда бывает вовремя надо выйти, и ключ не можешь найти. И в этот момент даже потеря ключа становится серьезной проблемой. если какой-то важный термин. То есть, проблем у нас много, и они не кончаются. У каждого день приносят какие-то свои новые проблемы. И если можно нашу жизнь так описать, то, наверное, можно сказать, что наша жизнь, она заключается в том, что мы ищем счастье. Мы ищем решение проблем, мы стремимся, мы бежим за счастьем, думая, как сделать нашу жизнь более приятной, более красивой, более беспроблемной. И вот мне сегодня хотелось поговорить о том, на что мы смотрим, когда мы какие-то решения принимаем, когда мы на что-то надеемся. понятно, мы где-то всегда надеемся на Бога, но все время смотрим то, что обстоит, как дела обстоят вокруг. Вот в Старом Завете была такая история, или написана такая история про Лота. Кто не знает Лота? Но я напомню, когда Бог обратился к Аврааму и вывел его из Ура-Халдейского и сказал, иди в страну, в которую я тебе покажу, он взял с собой Лота, это был его племянник, и Бог их благословил, и у них было очень много скота, а пастбищ было не так много, и это дошло до того, что пастухи от Лота все время спорили с пастухами от Авраама, потому что не хватало пастбищ, такие большие стада у них были. Вот в один прекрасный момент, Авраам, видя, был очень мудрый человек, обращается к своему племяннику Лоту с таким предложением, говорит, давай мы разделимся. Они встали, он говорит, посмотри землю, если ты пойдешь направо, я пойду налево, если ты налево, я пойду направо, он дал Лоту право выбора, хотя, по идее, мог бы, наверное, сказать, так как старший, так как он племянник все-таки, так как поручение было Бога именно к нему иди, а Лот был, так сказать, грузом вместе пошел, наверное, мог бы сказать, слушай, мне вот эта земля нравится, я ее выбираю, а ты вот иди, значит, налево, чтобы нам не ссориться между собой, но Авраам дает право выбора Лоту, и вот Лот, он посмотрел, это записано в книге Бытие, 13 глава, я прочитаю с 8 по 15 стихи, это первая книга Моисея, Бытие, 13 глава, с 8 по 15 и сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники, не вся ли земля перед тобой, отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево, Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская, избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестностей и раскинул шатры до Содома. И, казалось бы, до сего места вроде бы все хорошо, но дальше написано жители же Содомские были злы и весьма грешны перед Господом. И сказал Господь Авраам после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам и потомство твоему на веки. Знаете, что мне стало важно? Лот, чем он руководствовался, когда он выбирал землю? Такой, как здесь говорят, такой ангибот, такое предложение ему от своего дяди пришло. Выбирай. Вот как бы мы выбрали? Написано, как сад Господень орошалась эта земля. Преимущественно? Ну, конечно, если она водой орошалась. Вода – это жизнь, это очень драгоценная субстанция. И если вода идет или дождь идет в свое время, то это много плода. Он выбирает это не на сегодня, не на завтра. Он понимает, что это его потомкам, это навсегда. Как такое сказать, я выберу себе землю похуже? Разве вы бы не сделали точно так же? Но здесь вот загвоздка, которая описывается. Жители Содома были весьма грешны. Не просто грешны, а весьма грешны перед Богом. К чему это привело? Мы эту историю знаем. Он жил там. И кажется, в послании к евреям написано, что праведник Лот мучился живя там, потому что видел этот разврат. Этот разврат так перешел на его семью, что когда Бог из-за этих грехов уничтожает Содом и Гоморру, а праведника Лота выводит оттуда, говоря, спасайся, он потерял жену свою, потому что они должны были идти и не оглядываться, а его жена все-таки оглянулась, превратилась в соляной столб, жену потерял. Когда он спасся и потерял все, что у него было, дочери его сказали, ну, теперь у нас нету никого, да, теперь мы без своих, так сказать, наследников, без потомства останемся. Надо как-то потомство, надо как-то проблему решать, что они сделали, они напоили своего отца и с ним переспали, и каждый из них забеременел. Вы представляете, как этот грех перешел на восприятие мира, на их дочерей, на его? Причем, ну, это может так, как нужно напиться для того, чтобы это сделать. Он же не был в отключке, мы понимаем, да, что там надо какую-то активность проявлять, просто так это не получится. То есть, как-то они это сделали. То есть, и лот был подвержен этому греху, который царил в этой окружности или в этих городах. Казалось бы, то, что грозит тебе благословением, и ты смотришь на землю, которое так благословенно, Бог благословил эту землю, оказывается тебе петлей, потому что ты сделал неправильный выбор. Я хотел, вообще-то, это не главная история, на которую я хотел обратить внимание или поразмышлять, но мне было важно о том, на что мы смотрим в нашей жизни, когда мы думаем, о, это благословение, я это сделаю. Точно ли то, что мы выбираем, всегда благословение. Я прочитаю нам и тоже, из Старого Завета, эта история немножко дальше идет, где очень хорошо показано, что человек, он бежит за счастье, а именно, может, вы уже догадались, это история о Исааве и Якове, два брата, у Авраама был сын Исаак, у Исаака было два сына, ну, у него было больше, но вот сначала два сына, родились это Яков и Исаав, Исаав был первенец, а были они, как это называется, двойняшки, да, родились, написано одновременно, причем, когда Исаав родился, Яков даже держал его за петух, то есть, вышли, это буквально, ну, там, пару минут, да, или сколько, ну, по-разному роды проходят, но в минутах дело, не в годах, в минутах. Бог так предусмотрел, что Исаав родился как первенец, а первенцем быть в то время это большая привилегия, это большая часть имущества в наследство пойдет именно тебе. Самое хорошее благословение, которым Отец может только благословить, пойдет именно первенцу. Вы не представляете, ну, не обидно ли, да, на две минутки опоздал, я его уже там держал за пято, все равно он вышел первый, близко было счастье. Я представляю, что как Иаков жил, понимая, что вот рядом с ним брат, еще написано, что Исаак, он больше любил Иакова. Иаков, он был охотником, или как, Исаф, извиняюсь, как написано, это тоже первая книга Моисея, Бытие, 25 глава, в 27 стих там сказано, Исаф стал человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков человеком кротким, живущим в шатрах. Иакова любила больше мамы. вот такая вот несправедливое разделение детей, но привело к следующему. Когда Исаф ушел на охоту и пришел с поля очень-очень усталый, обращается к Иаву, а Иаков сварил кушать. Наверное, недаром его мама любила, наверное, хорошо любил кушать, готовить. И он говорит, дай мне поесть вот этого красного. Чечевичная похлебка он там сварил. А Иаков сказал, 31 стих, продай мне теперь же свое первородство. Но мы можем дискутировать на том, правильно он поступил, неправильно, что у своего брата первородство потребовал запохлебку. Казалось бы, он же с поля пришел усталый, разве ты своему брату не дашь. Но он потребовал то, в чем он видел счастье. В то, что ему так недоставало. Чего нам не достает для нашего счастья, если мы так подумаем. Может быть, с кредитами разобраться, чтобы война перестала быть, чтобы дети выздоровели. Я не знаю, что нам нужно для счастья, когда возможность есть. Иногда, знаете, бывает, так заклинит, и ты пользуешься моментом, чтобы ухватить птицу за хвост. Не знаю, насколько он продумывал, или это было спонтанно, такой выстрел. А почему не попробовать? Отдай мне свое первородство. А может, он даже и не рассчитывал, что он на его получит. Может быть, Исаф упрекнул бы Иакова, как ты смеешь такое просить, и Иаков бы извинился и дал ему, не знаю. Но он попробовал. Но самое удивительное, что Исаф, он говорит, вот я умираю, что мне в этом первородстве? не знаю, насколько он действительно в данный момент умирал от голода прям так, но он видел, что в данный момент мое первородство это второстепенный вопрос. Сейчас надо поесть. И казалось бы, все правильно, да, или нет? Я прочитаю, чтобы не говорить своими словами, что говорится дальше. 32-й по 34-й стихи. Исаф сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исафу хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаф первородству. Если бы вот эти слова не стояли в конце, можно было много думать, но написано, он пренебрег свое первородство, то, что Бог ему за благословение послал в своей жизни. Знаете, для меня это было важно, что иногда мы смотрим на что-то и видим в это наше счастье, и иногда то, что нам Бог дает, мы в этом не видим превосходства, не ценим. Исаф пренебрег свое первородство. На что он рассчитывал, тоже можно подискутировать, поговорить. Может, он думал, а куда он денется. Все равно отец любит меня, все равно получу благословение я. Отцу будет все равно, что там продал, он еще может ему и по шее дать за то, что Яков такой наглый. Как он может такое требовать? может быть с этим спокойствием пошел. Думал, что он обхитрил Якова. Но случилось так, что эта история идет дальше. Исаак призывает Исаава и говорит, чтобы он пошел, приготовил его, поймал там что-то в поле, приготовил его лучшее блюдо, потому что он любил то, что Исаав ловит. Говорит, когда ты придешь, я тебя благословлю, потому что я уже старый. Я не знаю, сколько мне осталось, а это услышала мама, которого Иакова так сильно любила. И когда Исаав ушел на охоту, она быстро зовет Иакова и говорит, сделай сейчас, как я тебе скажу. Возьми хорошего ягненка, я приготовлю еду, а ты отнеси отцу своему, и он тебя благословит. мама хотела, чтобы Иакову досталось благословение. Иаков боится, Иаков боится и говорит, а не наведу ли я на себя проклятие, потому что они разные были. Исаав он был такой волосатый мужик, косматый, как написано. Иаков он был гладкий. Мама на хитрость пошла. кожу от козленка положили, чтобы он пощупал и в одежду даже переодела его, чтобы запах был от Исаава. И пролезла, знаете, пролезла. Когда она приготовила, он приходит к Исааку, я прочитаю этот отрывок тоже, это 27 глава, первая книга Моисея, 27 глава, с 18 по 24 стихи. Он вошел к отцу своему и сказал «Отец мой». Тот сказал «Вот я, кто ты, сын мой». Иаков сказал отцу своему «Я Исаав, первенец твой. Я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя». И сказал Исаак сыну своему «Что так скоро нашел ты, сын мой?» Он сказал «Потому что Господь Бог твой послал мне навстречу». И сказал Исаак Иаков «Пойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой Исаав или нет?» Иаков подошел к Исааву отцу своему и он ощупал его и сказал «Голос, голос Иакова руки, руки Исаавовы». И не узнал его, потому что руки его были как руки Исаава брата его Косматой и благословил его. И сказал «Ты ли сын мой Исаав?» он отвечал «Я». Я перепрыгну как короткий отрывок, где он благословляет Иакова. Он благословляет его и потом возвращается Исаав. И когда он приносит ему то, что он приготовил, то, что он поймал в поле, приготовил, приходит к отцу и давайте мы это тоже прочитаем. Это с 38 стиха. «Но Исаав сказал отцу своему неужели...» Он говорит «Я уже благословил». «Я уже благословил». Исаав очень сильно огорчился и вот он обращается к отцу. «Но Исаав сказал отцу своему «Неужели отец мой одно у тебя благословение? Благослови и меня отец мой». И развысил Исаав голос свой и заплакал. И отвечал Исаак отец его и сказал ему «Вот оттука земли будет обитание твое и от росы небесной свыше. И ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время когда воспротивишься и свернешь его свои твои». И возненавидел Исаав Иакова за благословение которым благословил его отец его. И сказал Исаав все со своем «Приближай с одни плачей по отце моем и я убью Иакова брата моего». И пересказаны были ревики слова Исаава старшего сына ее и она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему «Вот Исаав брат твой грозит убить тебя». Ну и дальше она дает ему совет чтобы он шел уходил с этого места своему же мужу она говорит что Иакову нужно брать жену на тот момент у Иакова было еще местные жены которые как написано были им в тягость и жена говорит я не хочу чтобы брали значит жен ему или жену ему из местных и послала его значит на свою родину Иаков уходит знаете это интересная история она еще не кончается мы еще дальше будем о ней вспоминать но короткий момент здесь надо остановиться вот Иаков уходит он искал счастье он хотел сначала первородство потом под страхом но получил все-таки благословение и казалось теперь-то должно все пойти хорошо а брат его возненавидел возненавидел так что говорит приближаются дни плача то есть скоро отец мой умрет вот тогда я его убью представьте какая ненависть брата к брату своему готов на убийство он его обманул он у него все взял благословение первородства якову приходится убегать приходится убегать и делая вид что он идет за своей женой он действительно вернулся даже с двумя женами но в конце он но в сердце то он знал что он бежит от брата он бежит от проблемы которые он создал в поисках за счастьем я сейчас прочитаю еще один небольшой отрывок это тоже 20 это 28 глава следующая глава прочитаю с 11 стиха по 22 и пришел он на одно место и остался там ночевать потому что зашло солнце и он взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте и увидел во сне вот лестница стоит на земле а вверх ее касается небо и вот ангелы божии восходят и нисходят по ней и вот господь стоит на ней и говорит я господь бог Авраама отца твоего и бог Исаака землю на которой ты лежишь я дам тебе и потомству твоему и будет потомство твое как песок земной и распространишься к морю и к востоку и к северу и к полудню и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные и вот я с тобою и сохраню тебя везде куда бы ты куда ты не пойдешь и возвращу тебя всю землю ибо я не оставлю тебя доколе не исполню того что я сказал тебе Иаков пробудился от сна и сказал истинно господь присутствует на месте всем а я не знал и убоялся и сказал как страшно сие место это не иное что как дом божий это врата небесные и встал Иаков рано утром и взял камень который он положил себе изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вефиль а прежнее имя того города было Луз и положил Иаков обед сказав если Бог будет со мною и сохранит меня в пути в пути в который я иду и даст мне хлеба есть и одежду одеться и я в мире возвращусь в дом отца моего и будет Господь моим Богом то этот камень который я поставлю памятником будет домом Божиим из всего что ты Божий даруешь мне я дам тебе десятую часть знаете я не знаю обратили вы внимание или нет когда Иаков обращается к своему отцу и отец в удивлении говорит как это так что ты так быстро вернулся и так быстро приготовил он говорит фразу которая мне стала важна он говорит потому что Господь Бог твой послал меня навстречу Бог твой говорит он как бы благословил меня хотя обманывает прямым текстом своего отца теперь он уходит я думаю когда идешь когда идешь один многие мысли тебя посещают и вот Бог обращается к нему Бог его посещает он сталкивается с Богом знаете эта встреча с Богом его перевернула он говорит истинно Господь присутствует на месте всем а я и не знал я думаю что что иногда мы вот ну как сказать не то что мы не знаем но мы не думаем на том что Бог рядом что он настолько рядом что он все знает и по милости Божьей Бог делает первый шаг и обращается к нему и он говорит а я и не знал и он убоялся и он делает обет и он говорит если я возвращусь то будет Господь моим Богом знаете на этом месте произошел переворот в его жизни я думаю а что нам нужно для того чтобы наша жизнь перевернулась он ушел не сказать что его жизнь стала без проблем ему предстоял еще путь назад за это время его так же обманули он сначала работал за одну жену своего дяди а он его обманул хотел за одну получил другую хотел младшую а получил старшую пришлось еще 7 лет работать за ту жену которую он любил вы представьте 7 лет за жену чтобы получить жену любящую и 7 лет 14 лет проработал но господь его благословил он с большим имением с детьми возвращается назад и естественно боится боится как как брат его встретит и вот там у него происходит еще одна встреча с богом это уже 32 глава я прочитаю нам 3 стиха 32 глава с 24 по 26 и остался Иаков один и боролся некто с ним до появления зари и увидев что не одолевает его коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова когда он боролся с ним и сказал отпусти меня ибо взошла заря Иаков сказал не отпущу тебя пока не благословишь меня потом он говорит немножко ниже что я боролся с богом и остался невредим хотя пришлось ему хромать всю жизнь бедро было повреждено но с этим поврежденным бедром он не хотел бога отпустить он говорит не отпущу тебя пока не благословишь меня знаете в нашей жизни у нас много обманов вокруг так сказать ложные благословения которые мы смотрим а истинное невидимое благословение оно очень рядом бог он всегда рядом мы просто иногда этого не знаем или не замечаем или не обращаем на это внимание но после первой встречи Иаков теперь понял что благословение зависит не от того где он находится или что он имеет благословение зависит только от благословляющего бога понимаем ли мы это можем ли мы видеть это благословляющую руку божию что он всегда рядом у нас вот сегодня вечеря мы будем стоять перед вечерей и вы знаете бог точно так же дает протягивает руку первой написано что бог доказывает нам свою любовь в том что он умер за нас когда мы были еще грешниками бог открывает себя кто мы были мы были грешники мы были как писание говорит мы были мертвы по делам нашим а христос умер за нас для того чтобы как написано о тем которые призвали его он был дал власть называться и быть детьми божьими и это первое послание 3 глава 1 стих смотрите какую любовь дал нам отец чтобы нам называться и быть детьми божьими какую любовь дал нам отец чтобы нам называться и быть детьми божьими это удивительно 1 иоанна 3 глава В Евангелии от Иоанна, в первой главе, 11-12 стихе написано, пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Мы получили усыновление, те, которые Бога не искали, не знали, в своих поисках о счастье, терпя урон, хотя не всегда, иногда у нас какие-то просветы есть, иногда нам действительно хорошо. Я сейчас прочитаю нам один, он немножко побольше, такой псалом, псалом Асава, где он описывает вот как раз тот момент, когда иногда людям действительно хорошо, когда они нашли, как решить свои проблемы. Это 72-й псалом, в немецком, наверное, 73-й, да? Я прочитаю его с 8-го стиха, с 8-го по 28-й. С 10-го. Потому туда же обращается народ его и пьет воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли видение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют веки семь, умножают богатство. Так и не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов Твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так на скользких путях поставил Ты их, и не звергнешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидения по пробуждению, так Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзались внутренности мои, тогда я был невежда и неразумел. Как скот был я пред Тобою, но я всегда с Тобою. Ты держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие от Тебя гибнут, Ты истребляешь всякого, отступающего от Тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои. Посмотрите, Он смотрит на людей и вот видит, что некоторые, они очень успешны. Они, как Он пишет здесь, умножают свое богатство. А я вот подвергаю себя очищению, я подвергаю себя ранам, каким-то ущемлением. Он говорит, я пытался это понять, и мне это было тяжело, пока я не вошел в Дом Твой и не увидел конец их. Знаете, Бог нас спасает. Он ниже говорит, кто мне на небе? И с Тобою ничего не хочу на земле. И дальше Он говорит, что удаляющие от Тебя они гибнут, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое. Знаете, в этих поисках счастья или в этих решениях проблем, которые у нас возникают, мы часто смотрим на людей. Мы часто начинаем им завидовать. Или нам кто-то завидует, если у нас все хорошо. И мы думаем, но, Боже, где же Твое благословение? Смотрите, человек, который увидел конец, что их ждет, и свой конец, что ждет меня, если я возлагаю свою надежду на Бога, если мне благо приближаться к Богу. Он говорит, мне даже на земле с Тобою ничего не нужно. То есть человек, который понимает, что с Богом вот где благословение. Близость Бога и Его близкие отношения с Тобою – это самое великое благословение, которое человек может иметь. Христос примирил нас, чтобы убрать эту вражду, чтобы убрать это разделение между нами и Богом Отцом, чтобы благословить нас. Я прочитаю несколько стихов, где описывается о том, что блажен человек. Вот, например, Псалом 32, глава 20 стих. «Душа наша уповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша». Псалом 32, 20 стих. «Блажен человек, которого сила в тебе, и у которого сердце стези направлены к тебе». Стези сердца. Псалом 67, 20 стих. «Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Иеремия пишет, 17 глава, 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь». Это благословение только, когда Бог рядом с нами. Посмотрите, что пишет Писание, когда говорит о том, что как Господь близок к нам. Второзаконие, 4 глава, 7 стих. Это пятая книга Моисея, 4 глава, 7 стих. «Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги Его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем Его?» Можно было бы сказать, когда только мы Его не призовем, когда только мы к Нему не обратимся, «Господь близок». Это пишет пророк. Тоже в Псалмах очень много описывается. Псалом 33. «Близок Господь к сокрушенным сердцам и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Смотрите, Он говорит о том, что и у праведного много скорбей. Но, во-первых, Он их от них избавит, а во-вторых, если мы сокрушаемся сердцем, то Он спасает. Псалом 144.18 «Близок Господь ко всем призывающим Его в истине». Господь близок. Господь близок, и эту близость Он нам дает в Сыне Своем Иисусе Христе для того, чтобы благословить нас, для того, чтобы мы имели общение с нашим Богом Отцом. Я не знаю, ощущаем или познали ли мы эту близость общения с Богом. Можем ли мы сказать «Господь Бог мой»? Или мы еще говорим «Господь Бог твой», как Иаков? Если мы говорим «Господь Бог твой» или «Господь где-то там», то мы всегда будем искать благословение и будем за это платиться. У Якова все изменилось. Он не хотел Бога больше отпускать. Даже после того, когда Бог коснулся его бедра, и он повредил написанное его, он не хотел его отпускать. Он говорит «Я лучше хромать буду». «Я лучше эту боль терпеть буду, но я знаю, что мне нужно Твое благословение». Господь нас сегодня благословляет. Благословляет очень сильно. Он прощает нам наши грехи. Он дает нам это близкое общение с Ним. Он дает нам будущность и надежду. Это великая благодать иметь общение с Богом. И Христос делает это возможным. Сегодня мы будем вспоминать о страданиях, когда мы будем сейчас праздновать вечерю. Какой ценой достиглась нам эта близость. И как сильно Бог нас возлюбил. Разве это не благословение? Написано «Помыслите о перетерпевшем над собою такое поругание, чтобы вам не ослабить душами вашими, когда в нашей жизни случаются проблемы». Это действительно очень утомляет и иногда опускаются руки. Но мы можем смотреть, что Христос ради меня перенес намного больше, для того, чтобы меня спасти. И как написано, если Он любит нас, когда мы были еще грешниками, то тем более, когда мы стали детьми Его, не дарует ли нам всего? Да будет имя Господа нашего благословенно. А нам я желаю, чтобы мы испытали на себе эту близость общения. Чтобы мы могли сказать «Господь Бог мой, я тебя не отпущу, пока ты меня не благословишь». Это невидимое благословение Господь дарует, потому что Он близок. Он всегда рядом, и Он всегда протягивает руку. Первый. Ему слава за это. Аминь.